Здесь на ресепшн работают только мужчины. Девушки тоже есть, но они-то днем работают. А вино входит в завтрак? Нет. Это, походу, конина. А почем арбузы? Бесплатно. Да ладно, не может быть. Ой, какая красота. О, это олень? Не, барашка. Я найду за 50, прихожу, тебе продаю. Миллион за 10 килограмм. Да? На рынке выключили свет. Свет на... 35 тысяч килограмм? 100 грамм. 100 грамм? Не, за килограмм заберем. О, свет появился. Ура! О-о-о-о! Давайте за 70. Нет, за 70. Завтра будет на 70. Как зовут тебя, брат? Азамат Лимон. Азамат Лимон. Короче, кругом летают деньги. Да. Ничего не понимаем. Дурака, ну сделайте нас счастливыми. 50 лет отдай мне. Ой, я уже, если честно, ребят, устал торговаться. Слышим, приветики. Сейчас уже снимаете? По кодовому слову, выставка УЗЭкспо. 5% скидка. 10%. 10%? Супер. Республика. Каракал. А, Пакистан. Пакистан. Я уже почувствовал прилив сил. Еще помолодеете. Да, еще и помолодею. Спасибо. Здравствуйте, мой коллега. Да нет, не совсем. 50-60 долларов? Ничего себе. Чашка с блюдцем. Давайте за 50 тысяч сумм. Вот эта кукла 400 долларов. Детская одежда, смотрите. Это не детская. Не детская? Это же очень модные эти куклы. Для девушек. Скажите, а сколько такая картина стоит с конем? Ух ты, ничего себе. Сколько грамм Себра у вас? Это 3 миллиона. 3 миллиона. Натуральная? Natural? Original? Здесь все максимально безопасно. Вот начинается музей телевышек. Это все достопримечательности Узбекистана? Что? Вот и телебашня. Честно, голова немножко кружится. А если палец подсунутся, откусит? Ребята, а вы ее готовить будете сейчас? Можно ее на ужин? Вау, какое джакузи. Картошка фри? О, самый вкусный плов здесь. Нам посоветовали местные. Так, ну, сделали первый заказ. И ребята, смотрите, принесли не то, что надо. Произошла курьезнейшая ситуация. Мы час прождали заказы. В итоге нам пришел официант и сказал, а вы знаете, плов закончился. Такая вот красота. Лучшее впечатление, это пустая тарелка. Офигеть. Вездем по Ташкенту и тут раз пропадает свет, короче, везде. Тем уникален этот отель тем, что нигде вы не найдете, сколько он звезд. Тем, что здесь на ресепшен работают только мужчины. Девушки тоже есть, но они-то в нем работают. Так, всем привет. Приехали мы в самый крутой отель Ташкента. Не пугай людей. Заселяем сейчас четыре ночи. Чем уникален этот отель? Тем, что нигде вы не найдете, сколько он звезд. Правильно я говорил? Так, вот смотрим, спа-прайс. Все круто. Чем отличаются отели Узбекистана от всех других мировых отелей? Тем, что здесь на ресепшен работают только мужчины. Девушки тоже есть, но они-то днем работают. А, ну круто. Ты запишу. С утра приходит. Спасибо, значит. Вот первый факт, который мы опровергаем, то, что работают только мужчины на ресепшене, они работают только ночью. Днем можно увидеть прекрасных девушек. Ну что, ребята, не разуваясь, снимаем обзор номера в отеле Инспира в Ташкенте. Так, ну ничего, погнали. Смотрим, я только с вами зашел. Так, вешалки. Раз, четыре, восемь штук. Что здесь есть? Так, сейф. Дополнительная подушка. Полочки. Тапочки. Две штуки тапочек. Это мои чемоданы. Так, что здесь за приветственный набор? Кофеек. Отлично. Водичка. Стаканчики. Это обычные стаканы. Кофейные чашки, ложки. Большой телевизор. Так, сколько дюймов? Ну, примерно, наверное, где-то либо около 40, либо 50. Так, пульт. Лампа. Здоровенная кровать. Слушайте, ну, очень большая. Где-то метр восемьдесят на два метра. Телефон. Слушайте, ну, вот такой вот номер. Довольно интересный дизайн. Ну, видно, новый отель. Так, зайдем, посмотрим, что там ванны. Смотрите, какие выключатели. Так, оп. Что-то включили мы, оп. Ну, вот круто. Все такое. Белое, мраморное. Ой, сколько всего интересного. Все в подарок. А вон еще и душ гели, наборы. Слушайте, ну, круто, 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 круто. Мы довольны. Привет, мы в Ташкенте. Ура! А в вино входит в завтрак? Нет. Это, походу, конина. Доброе утро и красивые официанты. Спасибо. Что, посмотрим в Инспире какой завтрак. Доброе утро. 226. 5-го, дедова. Спасибо. А в вино входит в завтрак? Нет. И смотрите, что нас встречает. Сколько десертов. Какие аппетитные десерты. Ладно, начнем с самого начала. Посмотрим. Территория большая. Видно, все будет очень вкусно. Овсяная каша. Прикольно. Так, что у нас здесь? Манная каша. Два вида каши. Можно сделать тосты. Нам уже специально открыли омлет. Сосиски. Блинчики. Это что-то в лаваше завернутое. Бурек. Меланзана. Паримжана. Это помидоры с сыром. Вот это вот курица в сливочном грибном соусе. Видно, очень вкусно будет. Рис с кукурузой и мясной сай. Тоже аппетитно выглядит. Смотрите, изюм какой. Какой здоровенный изюм. У нас такого я не встречал. Так, всякие джемы. Все завтраки. Арахис. Обычные изюмы. Уже похожи на наш. Горячее молоко. Холодное молоко. Хлеб. Вот такой вот дядечка встречает. Смотрите, здесь что у нас. Маслины, грибочки. Салат, рационный йогурт. Вот эта вот штука. Десерт вкусный. Творог. Четыре вида сыра. Это походу конина. Три вида колбасы. Вкусно. Завтрак очень. Такой. Ничего. Так, огурцы. Зелень. Баклажаны. Капуста. Помидор. Три вида хлеба. Ой, сори. Так, такой белый хлеб. Здесь еще три вида булочек. Тосты. Так что из фруктов яблоко, апельсин. Три вида сока, вода, цикорий. Можно даже выбирать самому. Готовить сахар, кофе, машина. Доброе утро и красивые официанты. Спасибо. Так, вот это мы еще поснимем. Вкусные десерты. Вот столько у нас места в ресторане. Все очень вкусно, весело, задорно. Привет, друзья. Сегодня мы вам снимем видео. Покажем, как пройти с отеля Инспира до рынка Чолгу. Крупнейшего рынка в Ташкенте. Вот наша группа. Заказали специально экскурсию. Сейчас у нас 9 утра. И есть полчаса, чтобы сходить на рынок, попрактиковаться в торге. Купить сувениры. Попробовать разные узбекские вкусности. И только мы вот идем и попадаем уже в первое историческое здание. Это Турос Лайвера, библиотека. Ну и первая достопримечательность. Памятник. Видному деятелю Забекистана. Так, посмотрим, что это за парк. Абдулла Кадири. Рам-пам-пам. Ничего не понятно. Надо спросить у экскурсовода. Скажите, а что это за парк слева? А что за парк слева? Он стоит, он заброшен, сколько лет стоит. А памятник кому? Незакадири. А это кто? Мыслитель 9, 16 века. Это старая одна из мечей. Это старая, говорю, до 900 человек. Там центральная большая мечеть стоит. Комплекс Костымар. Там уже книга Корана лежит. А вот это вот библиотека, да? Здесь. Городинка. Каждый раз что-то это добавляется. Ну, Ташкент развивается. Открывается новое заведение. Строятся дома. Кругом башенные краны. Вот даже там вот мечеть, видно, да? Строится новое. Окей. гостиницу узбекистану впереди гостиницы чёрсу это она уже не работает на реставрации грунтовые воды вот очередное строящиеся здание видим работают строители до бешенными темпами стройка идет с любой стороны можно заходить на базар чёрсу сегодня кстати довольно прохладно плюс 5 градусов всего лишь для ташкента это холодно как видите все везде зелень красота такая осень по-нашему 1 декабря с первым днем зимы да точно 1 декабря сегодня а вот это что за комплекс с куполом за и кайнат это старая обсерватория гостиницы хилтон у нас самая дорогая мэрия хилтон и хаяк на у нас зеленый даже зимой до трава зеленая супер а вот мусора убирают или постоянно это такой район один из самых старых вот такой немножко грязноватый этот базар тоже старый и он считается самым грязноватым базаром ну на этом базаре есть все кроме на остальных базарах свинина все есть вы дорогу запоминает вот так вы зашли и вот прямо и все машине туда тяжело заезжать там подходы все забито все занято чем хорош отель инспира что рядом рынок черсу мы не ждем шикарного сервиса от рынка нам нужен узбекский колорит зимний арбуз его до сих пор а летом почем арбузы доллара сейчас почем а почем арбузы бесплатно да ладно не может быть реально бесплатная плохой на обратной дороге возьмем так не принято тут пропускать людей ну ладно не горды но ребята меня уже радует рынок что уже нас встречают бесплатно отдают арбуз сусы я такой еще не встречал лежит гора арбузов бесплатно забирай так ну вот первое торговцы картошечка войдет торговля сколько лука картошки лука лук кругом лук морковочка редиска какая здоровенная чеснок баклажаны перец какие-то незнакомые фрукты привет подписывайтесь на канал со славоном июльком будет весело обзор узбекистана скоро ой какая красота о это олень не барашка я найду за 50 прихожу тебе продаю миллион за 10 килограмм на на рынке выключили свет 35 тысяч килограмм 100 грамм не за килограмм заберем его свет появился ура давайте за 70 завтра будет на 7 завтра до 70 будет приду еще завтра возьму но видно что хороший продавец как зовут тебя брат азамат лимон азамат лимон короче кругом летают деньги ничего не понимаем брагану сделайте нас счастливыми а я уже если честно ребят устал торговаться отличные люди ташкент рулет скоро виноград а вот мандаринки слушайте гранаты какие вот лимоны желтые ну найдем и красные 8000 килограмм 8 это 0 8 доллара меньше доллара килограмм лимонов яблоки а вот и изюм почем изюм 5000 килограмм стакан но не опасен 5000 стакан нам надо 5000 килограмм гранаты так идем а здесь не стоит покупать в первый этот открытый рынок это самый дешевый они не платят налоги здесь а там что на рынке проходит там какой-то контроль качества рынок черсу в ташкенте известен еще со времен шелкового пути и монгольского нашествия являясь одной из древнейших торговых площадей всей средней азии сегодня как и столетия назад здесь кипит жизни торговля найти тут можно все что угодно но история этого места интересна не менее чем ценники на изобильных прилавках первое здание рынка появилось далеком 1602 году удивительное дело но с этого момента черсу не прекращал свою работу на протяжении всей истории существования ташкента даже после ужасного ташкентского землетрясения стучившегося здесь 1966 году рынок хоть и надолго притих но остался жив сыр да кратчатки сниму ну мы на обратной дороге а если много возьмем скидка будет сколько будет если мы возьмем 10 штук таких 20 за 20 ну а нам подойдем спасибо здрасте так тыс тыс надо быстро считать привет ух ты ничего себе это должно быть на канале со словоном и ельком ну какая красота это что за конская колбаса но это олень не барашка супер-супер красиво ну рыба сом наверно да сом спасибо это что курица ну что ребята смотрите кругом море еды мы в ташкенте о плов здрасте верим только завтрака на обратной дороге подойдем так я боюсь сейчас со своими съемками потеряю нашу экскурсовода это гладкие просто а тот он такой шерчаный Возьми вот этот за две. Красивее. А вот для девочек вот такой маленький. Короче, вот эта вот тюбетейка за две штуки пятьдесят тысяч. Это четыре, где-то четыре с половиной доллара даже. Так, получается. Саксон. Саксон. Саксон, Саксон. А как саксон переводится? Короче, кругом летают деньги. Ничего не понимаем. Слышим только Саксон, Саксон. Саксон это французский титул. Довольно высокий. Кто хочет стать саксоном, приезжайте в Ташкент. А как саксон переводится все-таки? Саксон как переводится на русский? Восемьдесят. Саксон восемьдесят. Все понятно. Будем говорить, везде саксон. Все по восемьдесят. А сколько такие за страшные шапки стоят? Вот эти вот. Биш-биш-биш. Сколько? Биш-биш-биш. Биш-биш-биш. А по-русски? Киш-миш. Биш-миш. 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 Ну ладно, все, спасибо, брат. Все купила, да. Считаю, один подарок. О, уже появились счастливые покупатели. Первые покупки начались уже отсюда. Ремонт обуви. Вот, чаи, приправы. Краб. Бери. А почему такие? Сто пятьдесят. Сто пятьдесят тысяч платья. Краб. Юлек. Выбирай. Сто пятьдесят тысяч. Моя мама всегда говорила, чтобы я удивляла своего вну. Вот я в эту графику. Сто пятьдесят тысяч. Заходите, заходите. Сто пятьдесят. Ножи? Да. а зачем нам ножи а вот это вот папаха сок это и 350 350 настоящую а за 100 дадите за 100 давай за 100 300 тысяч ну пойдем посмотрим эти папахи почем 15000 смотрите то что вы купили 15000 без торга такая же ладно не расстраивайся другая ребята такая же папаха так вот такие вот яблоки у нас на завтраке ой сколько всего ребятушки столько всего так ну мы что-то очень быстрым темпом ходим я боюсь что наверно скоро мне придется оставить нашего экскурсовода и ходить самому потому что темп у нас нам скоро сейчас-то и уезжает на а также вот нам чуть это здесь полчаса и надо по делам ехать поэтому мы все довольно быстро проходим вот мяско барашки вот и сам рынок чуглу наконец-то мы попали в него это холода а сколько стоит 100000 килограмм 90 до 10 долларов 8 долларов это с фисташковой до 80 возьми давай одно мясо возьмите все уступки ну посмотрим а сколько вот набор вот этих орехов 90 так а если мы 10 штук таких возьмем сколько будет 85 но подумаем а это чё такое фисташки а миндаль а фисташки есть такие местные ну хорошие это какие иранские или узбекские хорошие они соленые соленые да вот это соленые это иранские почем если 10 килограмм возьмем сока будет давай по 100 тысяч 140 ладно ну сейчас мы обойдем и будем закупаться 110 за сотку 100 не 130 мало мы пройдем чтобы не цыгать последняя цена миндаль возьми 100 тысяч 100 тысяч миндаль да не миндаль а вот изюм почем это 70 70 если 10 килограмм берем сколько 60 вот это другой разный есть брат это 45 зачем он отличается вкус хорошие стоять и одно место важно обратно пойду забирает экскурсовод подойду за 100 тысяч отдаешь прямо сейчас беру 10 килограмм где за 100 120 вернусь хорошо так что все можете пробовать фисташки за 120 тысяч торговался так что пробуете фисташка на костре фисташка на костре на грамм 120 120 так 10 а иранские фисташки почем а он почем почем вот этот сколько стоит это килограмм бра вот такой 40 тысяч а если 10 килограмм возьмем сколько такой будет стоить за 50 отдашь тоже возьмешь я найду за 50 прихожу тебе продаю 70 дорогом а почем фисташки соленая да весь рынок можно разделить на следующие зоны торговли под сводом в основном торгуют мясом и специями а также молочными продуктами здесь же домашняя кухня и сладости сухофрукты на улице под открытым небом продают овощи свежие фрукты хозяйственные принадлежности крупу всевозможную одежду керамику отдельное место под открытым небом занимает кулинарный ряд мясо на углях знаменитые узбекские лепешки шорпа лагман словом огромное количество блюд национальной кухни приготовленных от души и с гостеприимством который вы точно прочувствуете помимо исключительного изобилия у чертсу есть еще одно неостоимое преимущество здесь можно и нужно торговаться выбить скидку здесь не проблема ее размер легко можно довести до 30-40 а то и 50 процентов как видите по нашему видео 20 процентов сделать скидку совсем не проблема но если вы хотите уже скидку больше 30-40 процентов нужно потратить время прицениться поторговаться и общаться с продавцом и тогда второй третий продавец пойдет на уступки и одарит вас большой скидкой ребята ну а уроки торга вы можете постичь именно в этом видео друзья я уже ребята запутался в этих ценах ответ на вопрос чем заняться на чертсу очевиден конечно же покупать и угощаться другое дело что обойти все торговые ряды вы не сможете даже за пару дней а потому нужны всего две вещи определенная сумма денег и четкое понимание чего же вы все-таки хотите поверьте на чертсу определенно с этим не так просто а это горный чай советую взять инжир, фисташки, курага инжир, фисташки, курага пусть чайник бросаете, завариваете пастила тоже сосал это вот это? инжир? инжир, косички а его попробовать можно? конечно а или о инжир 55 кг попробуем килограмм 5 долларов нормально чайник он как свежий для сердца полезный так торг идет пробуем инжир говорят в чай кидаешь и супер ну а те кто не расслышал секрет от нашего экскурсовода повторяю кидаете сушеный инжир в чай и получаете свежий вкусный инжир столько всего ребята там на входе, наверное, больше всего а? а? ммм мы пока прицениваемся фисташки надо инжир надо соленые? да сколько стоит? 150 это попробуй сначала попробуй понравится возьмешь вещеври дают вещеври дают вещеври дают специи? но пока не надо вещеври дают вещеври дают а куда можно эти? вон там есть вещеври дают ммм 145 долларов 10 кг возьму за 100 110 ну там отдают за 120 ну там уже за 120 хорошее отдают писташки, инжир надо будет приправы в общем много всего надо будет вот это не надо а это что такое? абрикос? это не обработано абрикос сколько стоит? 125 на рынке выключили свет на рынке выключили свет по чем? 125 это килограмм? или сколько? 120 давай ну подумаем пока глаза разбегаются надо и это и это и это и это только потом думаешь как это все донести до отеля миндал тоже хороший есть по чем он? 75-55 это в крупнях сейчас друг спрашивает сейчас все будет ну что? мы сейчас посмотрим писташки хорошие 110 дают скорее покажи а? вот эти ну 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 мы сейчас посмотрим и к вам вернемся за писташками точно по сколько? по 110 по 110 а эти паркилограмм поступят нет? да я уже торговался да нет так можно поступать будет будет ну будет поступать сейчас мы придем туда паркилограмм это не надо? это не надо? ну не знаю 120 тысяч это внутри на баске нет ой я уже если честно ребят устал торговаться вот пищем так там втюхивают очередные вкусности для любых блюд сколько стоит? 100 грамм 35 тысяч килограмм? 100 грамм 100 грамм? не за килограмм заберем 35 это кроме плёв любой плёв можно брать любое блюдо кроме плова кроме плова кроме плова не это что много это хорошая приправа сколько надо там? много надо? ну надо 500 грамм или любые плоды это вообще 50 грамм давай за 100 тысяч килограмм раз 100 тысяч банкрот это брак ну ладно идём дальше 100 тысяч килограмм ещё что надо? здесь сколько надо? вот сколько надо? а это? самая хорошая зала это непонятно для чего для мяса для мяса курица для шурпы сколько стоит? 100 грамм 30 грамм или 2 5 давай бра килограмм за килограмм за килограмм за килограмм за килограмм ну сейчас посоветую со своей со своими ребятами то посоветуемся о! свет появился ура! ооооо! ура! рубль долар можно дать вот килограмм килограмм да? 50 тысяч? 100 наоборот 100 грамм 40 50 тысяч килограмм и подойдем своим еще спрошу ребят специи боже брать ну сейчас если где-то за 100 не найдем шоу и оптовые цены и увлекать решение вот этот пакет сколько килограмм сколько стоит пакет мы же это договаривали за 50 давай за 50 50 за 50 прямо сейчас забираю 5 долларов это там там давай за 50 забираю где такие цены нашел давай за 50 берем давай за 50 да ладно два пакета за 100 на полу на кирпич это сколько это только для мяса приправа для курица сейчас у экскурсовода спрошу сейчас прошу экскурсовода а у этих что с пакетами ходят можно брать нормально что стартовал все еще за писташки за 100 теперь еще что действий у нас есть если за 100 кто-то отдаст то будет хорошо ребята ну вот беру вкусный сыр хороший продавец вот я вот я а такие есть чтобы цветные были это очень-очень-очень хорошие это вот так 3535 это в подарок давай все вещь давай 11 здесь так все берем 100000 короче вот 10 штук упаковок сыра берем 10 штук дыни вот он красивой женщины за 100000 килограмм ой не килограмм вот 10 штук за 80 за 80 уже отдает спасибо давайте за 70 завтра будет завтра будет завтра до 70 будет приду еще завтра возьму завтра буду завтра буду ну видно что хороший продавец ха 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 так ну вот у красивая женщина берем еще инжир для наших подписчиков сказала что можно за 30 сумм 30000 сумму за килограмм если берешь опытом 4 килограмма вкусный инжир вот всем рекомендую какой номер вашего павильона 890 павильон как вас зовут мамура отличный продавец за 30 до отличная скидка все довольны все радуются так ребята помощники мои подписчики ну помогите мне сторговаться вот эти вот классные орехи за 45 45 килограмм 4 килограмма беру мамура говорит 70 ну 70 дорого но сделайте нас счастливыми 47 ладно давайте 47 сделайте счастливым канал слова со славоном июльком я бы с удовольствием отдала 55 отдам не вы же уже 50 предлагали нет 55 сказала я давайте 45 5 килограмм беру за 45 ладно 50 возьми очень мало 50 ну дорого ну давайте на 45 ну ладно тогда пойдем мы еще пройдем давай уговори помоги за 45 48 говори еще 45 не пойдем за специями быстрее 45 ну ладно уговорили 50 все 4 килограмма берем хорош как они называются бухарские соленые косточки очень вкусные полезные к белым орехам как они называются соленые косточки соленые косточки от абрикоса соленые косточки от абрикоса для всех 65 для канала со славоном июльком 35 давайте 35 учитывая объемы мамура ну пожалуйста нету сада надо заводить нету сада надо заводить ну за 40 ладно 50 дайте 50 дайте 50 это ну давайте эти брали мы за сколько за 50 а эти уже 45 сколько 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 унесу 4 ну давайте 4 килограмма гулять так гулять так чтоб денег только хватило ну да будем встречать новый год с орехами да вот видите хорошую женщину встретили красавица добрая это на youtube добра да на youtube со славоном июльком канал друзья много взяли видите как я вам как вам подсуетил покупателей килограмм по чем за сколько 200 тысяч не за 100 100 тысяч килограмм давай 100 тысяч килограмм набрали косточек вышли на улицу посмотрим что еще здесь есть осталось купить приправы на подарки ну что-то может еще захочется вот очень быстро мы бегаем наши братья ташкентцы еще сделает подарок сказал взял оптом 6 штук на рыжку смотрим какие подарки для братьев белорусов с ташкента и 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 о которых лучше знать заранее перед посещением рынка. Во-первых, при входе здесь жгут специальную ароматическую траву. Ничего криминального, просто на удачу и для привлечения обеспеченных покупателей, таких как мы. Во-вторых, здесь среди прилавков можно увидеть очень много необычных вещей. Например, осиные гнезда, к счастью, пустые, тоже привлекают удачу. Есть и более приятные вещи. Например, курт. Нечто вроде сухого сыра с огромным количеством вкусов. Часто дают немного попробовать бесплатно. Оцените, не пожалеете. Как видели вы в нашем видео, приобрел я его достаточно много. Очень понравился. Мне в среднем где-то цена за килограмм около 60 тысяч сумм. Это где-то 5,5 долларов. Очень вкусно, обязательно возьмите. Курт. Как вас зовут? Хасан. Хасан. Спасибо, Хасан. Очень вкусный курт. 15 сумм. Вот такая вот упаковка. Разный набор, ассорти. Все очень вкусно. Заходите. Хорошие цены. Так, ребята, показываем хорошую точку, где покупать оранжевые лимоны. Вот вход в чуглу рынок. Вот братан номер 1413. Как зовут тебя, брат? Азамат Лимон. Азамат Лимон. Отличные лимоны. Хорошо торгуются, анекдоты рассказывает. Шутки. Красавчик. Так, 12 сумм, 12 тысяч килограмм оранжевых лимонов. Если нужна клубника, вот, подходите. Вот одну клубнику. Клубничный барон. Не, спасибо. Не, спасибо. Вот девушку угостите. Красавицу. Не, спасибо, не хочу. Вот. Отличные люди. Ташкент рулит. Ну что, пошел торг. Набрали второй день. Отличный продавец. Как вас зовут? Ирким. Ирким. Отличные орехи. Очень понравились. Вот. Супер халва. Набрали очень много. Оптовая торговля. Вот. Так что приходите к Акиму. Здравствуйте. Приветики. Сейчас уже снимаете? Да. По кодовому слову выставка УЗЭкспо. 5% скидка. 10%. 10%. Супер. Республика. Каракал. А. Пакистан. Пакистан. Я уже почувствовал прилив сил. Еще помолодеете. Еще и помолодею. Спасибо. Здравствуйте. Мой коллега. Да нет, не совсем. Привет, друзья. Мы на выставке в Ташкенте. 30-е ноября. В Ташкенте. Классная погода. Плюс 12 градусов. Сейчас покажем, как проходит крупнейшая выставка Узбекистана. Ну и обзор выставки мы начнем, конечно же, с еды. Гастротуризм в Узбекистане развит как нигде. Безумно вкусный плов. Вот, смотрите, готовят прямо на улице вот в таких вот казанах. Прямо на месте все можно купить. Все очень вкусно. Относительно недорого. Так, ну а здесь готовят фирменные лепешки, шашлык. Как шашлык называется? Фирменный узбекский? Карпатский? Сох-кабам. Отлично, спасибо. Так, здесь кукурузка, шашлык, колбаски. Счастливые лица отдыхающих. Так, ну а это вот на заметку всем такая вот фото зона, чем богат Узбекистан. Баклажаны, лук, перец, помидоры, чеснок. Две такие фото зоны. Ну а так, в общем-то, выглядит сам выставичный павильон. Так, ну что, давайте посмотрим, что здесь есть. Какие павильоны. Павильон Духара. Вот такие вот ребята. Завлекают туристов. Ну а вот так выставка выглядит с высоты. Видите, довольно масштабно. Есть даже двухуровневые павильоны. Ну вот смотрите, такая вот прекрасная фото зона оформлена на выставке. Каждый желающий может подойти, либо просто отдохнуть, либо сфотографироваться. Ну что, пойдем, пройдемся по павильонам. Посмотрим, какие страны здесь представлены. Довольно внушительное их присутствие. Так, республика, Каракал... А, Пакистан. Пакистан. Представлен. Подойдем поближе, посмотрим, что интересного в Пакистане. Что такое Каракал, Пакистан? Оказывается, это не Пакистан, это регион в Узбекистане. Точно. Можете сделать небольшую презентацию своего региона? Рассказать, что у вас там? Верблюды, озеро большое, национальная одежда, туризм, да? Туризм обязательно. Сейчас уже снимайте? Мы находимся в Каракал, Пакистане. Это отдельная республика в составе Узбекистанской республики. Узбекистан. У нас очень много туристических объектов. Все знают о Бухаре, о Самарканде, о Хибе. Но у нас есть уникальное место в Каракал, Пакистане. Есть, ну правда, высыхающее Аранжское море. Да, наслышанное, конечно. Все помогает. Это в территории Каракал, Пакистана. А, понятно. И знаменитый Бадай-Тугай. Это как на русском называется, не знаю, это как джунгли, там заповедник, олени. И свободно гуляют, и там заповедники можно видеть. Есть десятки очень красивых, уникально сохраненных городища. Вот видите, вот здесь, вот такая скала. Вот здесь. Да, видим. А, вот в этом. Где мы находимся, это кемпинг Ая-Скала, рядом с городом Ая-Скала. Этот комплекс Ая-Скала состоит из трех городищ. Пути, шелкового пути было. Там очень интересно, много вещей находили. С японского шелка, начиная с индийской скульптуры, там проходили караваны. У нас Ая-Скала, это южный регион Кыркопакстана. Очень много городища. У нас 20 юрт, мы работаем с 96-го года, там принимаем туристов. Начинали с двух юрт, сейчас у нас 20 юрт. Меньше. У нас разный вид отопления, юрт, очень красиво. Это чудо место. С одной стороны Барфаны, с другой стороны Харатон, шорные горы видно. Штеп, озеро Ая-Скуль и рядом городище, три городища Ая-Скалы. Всего 300 метров. Вечером будет шоу около костра, танцы, песни, очень красиво. Харат довольно интересный стенд. Джизак регион, я так понимаю, это регион Узбекистана. Вот такая вот фото-зона даже изготовлена. А это у вас регион Узбекистана, да? Да. Сертификат, где отметили, что пользуются спросом у туристов. Очередной регион Узбекистана. Сыр Дарья. Богат, как видим, овощами, фруктами. Кабачки, дыни. Виноград, гранат. Вот сколько всего интересного. Верблюжье молоко, да? Да, верблюжье молоко. Верблюжье молоко. А по чем? Сколько стоит? 300 литров. 300 литров. А попробовать можно? Можно, пожалуйста. Никогда не пробовал верблюжье молоко. Сейчас попробуем. Ух ты, еще и стакан такой классный. Буквально чуть-чуть. О, спасибо. Ну, не похоже ни на коровье, ни на козье свой вкус. Спасибо, спасибо. Это у вас? Хотите кумран попробовать? Кого? Кумран. Кумран? А что это такое? Давайте попробуем. Это у вас регион такой сыр-дарья в Азбекистане, да? Это совсем другой класс. А это что за напиток хвост? Это напиток хвост? Его месяц держат, он вродей, потом молоко свежее добавляет. Это получается как айрана. Нашего кефира, типа айрана. Попробуем. Как называется? Как называется? Это кумран. Кумран, ребята. Ух, необычный вкус. Ну, а это изобразительное искусство Узбекистана. Вот такие вот картины рисуют местные художники. Танцевальный коллектив узбекский. Только исполнили танец. Сейчас отдыхают. Где-то там тоже вот поют. Вот видите, вот девушка зазывает всех. Подходите на павильон. Сур-хондари какой-то. Вот, смотрите. Местные танцы надо ставить, чтобы никому не мешать. Местные танцы надо ставить, чтобы никому не мешать. Так, ну это павильон региона, который многие знают. Бухара. Вот тоже оформлен достаточно интересный павильон. Как всегда, много людей. Раскрученное туристическое место. Но, как видите, в Узбекистане многое можно посмотреть. Угощают чем-то вкусным. Чай у вас? Да. С Бухары прямо? С Бухары, да. О, спасибо. Попробуем. Чай без чая. А чем полезен чай? Он нормальзует давление. Вот. Тут хорошо, в почке, в печи. Там на основе 7 разномитых трав без заварки и чай. Ребята, чай очень вкусно. Реально. Я уже почувствовал прилив сил. Что, помолодейте? Да еще и помолодею. Спасибо. Каравал Плаза. Каравал Плаза. Сам в центре Бухары. Сам в центре Бухары. Сколько ночь проживания стоит у вас? Одно место номер. Около 40 долларов. 40 долларов? Нормально. Это с завтраком или без? Еще и завтраком. Вот ты супер. Да, все. Смотрите, какие визитки классные. Караван Плаза. Ну, хорошо, спасибо. Подписчикам будет скидка. По кодовому слову выставка УЗЭКСПО. Извините. По кодовому слову выставка УЗЭКСПО. 5% скидка. 10%. 10%? Супер. Бухара. Здравствуйте. Решки. Трон, смотрите, какой. Каждый может посидеть, отдохнуть. Так, ребята, смотрите, нашли мы очень интересное предложение для инвесторов. В Ташкенте можно открыть свой туристический комплекс на 229 мест. Уже эскиз, все решения готовы. Получены все необходимые согласования. Согласований нету. Еще раз согласований нету. Давайте вкратце про ваш комплекс расскажите. Значит, как вы поняли, что это на 229 мест. Он, вот этот комплекс, должен построиться в Мирабадском районе, город Ташкент. Что из себя представлять перед комплексом? Он состоит из трех блоков. Вот первый, второй, третий. Средний блок, где не видит Аблок, это живой с администрацией. Вот этот левый блок, конференц-зал с кинопоказом. Ух ты, супер. Вот этот третий блок, это ресторан зимний и над ним летний. Два ресторана получаются. В какую сумму оцениваются инвестиции? Сумма неизвестна. Есть просто показатели. Кубатура общих ростов. Почему? Потому что мы не знаем сегодня, а нас стоит быть зато. Контакты, если что. Ну и, конечно же, вы слышали про регион Самарканд. Тоже представлен он на выставке. Довольно большая экспозиция. С Ташкента до Самарканда ходит поезд. Всего 2 часа пути. 20 долларов билет туда-обратно, нам сказали. Так что будете в Ташкенте, заезжайте в Самарканд. Добро пожаловать. Спасибо. Как настроение? Спасибо, супер. Пару слов про Самарканд. Что вам нужно обязательно посмотреть, увидеть. Здесь все это наше проезд. Самое главное место в Месе это Регистан. Мечель самое главное, да? Да. Регистан. Потом Абухари. Можно смотреть здесь. Мавзолей. Некрополь. Некрополь. Это Шах-Зинда. Это который живой Шах. Это означает, да? А Мур-Тимур. Это Гурамир. Хазрат-Хзир. Это тоже это. А здесь тоже имеется. Это наш первый президент. И вот уже этот Мавзолей имеется там подразделяется. Вот потом. Ну много всего. Да. А вы представляете, какое компанию? Это Бьюхумо. Отель у нас. А, отель. Отель, да. Сколько ночь будет стоить одноместный номер проживания? Для нерезидента. Да, нерезидента. Восемьсот тысяч. Это 80 долларов где-то. Ну, типа да. С завтраком, да? С завтраком. Ну, отлично. Ну, это пассивный 4 звезды у нас. 4 звезды. Ну, отлично. Супер. Все, спасибо. Так, вот так вот выглядит отель. Ну, вы видите, примерную ценовую политику. На каждый бюджет найдется отель, гостиница. Ну, кстати, дегустация меда. И сразу и продажа. А почем литр меда? 60 тысяч. Это горный 120. Литр, да? Килограмм. А, килограмм. Да. 60 тысяч. 6 долларов, да? 6 долларов. 5,5 долларов. Ну, нормально, хорошая цена. Смотрите, какие ребята. Местные security. Если кто-то себя будет плохо вести, они быстро разберутся. Классный виноград, ребята. Прямо вот давят на месте. Получается виноградный сух. Очередной регион Узбекистана. В этом павильоне в основном местные компании представлены, местные регионы. Ну, а сейчас пойдем в международный павильон. Посмотрим, какие страны присутствуют на выставке. Всего два павильона больших. Довольно крупная выставка. Павильон рисунки Таджикистан. Вот такие местные изделия. Местные ремесленники. Вот такие вот сумочки. Украшения. Это оникс. Да, оникс. Картины. Интересный азиатский регион. Какой виноград. Смотрите, почти как груши. Какие лепешки. Кока-кола. Ну, и главный павильон всей выставки. Павильон Республики Беларусь. Представлен отелями, медицинский туризм, клиники, промышленный туризм, сеть отелей «История». Представитель тракторного завода, крупнейшего в Европе. Можно сидеть карта? Растопримечательности города Минска. Павильон Ветлево. Система бронирования в Республике Беларусь. Как говорят, все бронируются на Ветлево. Да? Смотрите, кого мы встретили. Белавиа. Крупнейшая авиакомпания Республики Беларусь. Прямой рейс. Ташкент-Минск. Супер. Какие новые рейсы ждут граждане Республики Беларусь? Мы собираемся, гемберируемся, летим. Отлично. Летим. 50-60 долларов? Ничего себе. Чашка с блюдцем. Давайте за 50 тысяч сумм. Вот эта кукла 400 долларов. Детская одежда, смотрите. Это не детская. Это же очень модные эти куклы для девушек. Сколько такая картина стоит с конем? Ух ты, ничего себе. Столько грамм сейбра у вас? Это 3 миллиона. 3 миллиона. Натуральная? Natural? Original? Так, ну и начнем мы осмотр выставки с павильона выставки ремесленников. Давайте посмотрим, чем богат Узбекистан, что предлагают производители. Вот такая вот красота. Да, посмотрите, все ручная работа. Все ручная работа. А что порекомендуете в подарок купить? Кому? Родителям, жене. Если хотите, жене вот такие сумки есть. Такие сумки. У нас это ваш день, это шелковый, 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 вот такой гранатовый. Если хотите, вы тоже возьмете. Отлично. А сколько стоит? Чудейли. Ну ничего. Вот такие вот красивые женщины. Вообще супер, молодцы. Здравствуйте, приветики. А что по ценам? Хотите вот такой есть? Трендовый. Это по 100 тысяч. 100 тысяч, да? Скажите. Это где-то 10 долларов, да? А вот такие вот? Это 250. 250. И вот это 250. Смотрите, какие красивые. Супер. Вот так. А это ручная, это еще круче. А торговаться можно здесь? Да, можно, конечно. О, отлично. В общем, где 100 тысяч? Это шарфы. Национальный. Это какой состав в нем? Чистый хлопок? А сколько стоит? Это по 40 тысяч. 40 тысяч? Сум. Сум, суп. Супер. За это все 3. А вот эти ободочки? Это по 40. Отлично, спасибо. А это как метно. Так. Фарфор. Керамика. Вот как раз говорят цены. 50-60 тысяч. Долларов. Долларов? Это доллара? А? Нет, фарфор. Это фарфор. А, фарфор. 50-60 долларов. 50-60 долларов? Я что, сколько дней спасать? Вы же сужите. Вы же сужите. Вы же сужите. Да. Новый год. Красивые очень работы. А они почем? Куклы? Начинается от долларов. Давайте в долларах. От 40 долларов. Здесь от 150 долларов до 400 долларов. Ух ты. Вот эта кукла 400 долларов. Да. Разные. Есть 300, есть 200, 250. В зависимости от сложности. Украшения, вышивки. А это какие-то персонажи? Регионы наши одевались, а в области. Понятно. Понятно. Вот, смотрите. Сурхандария, Ташкентфиргана, Хива. Кухара. Рахты. Понятно. А сколько такие панут? Какие, которые? Ну, любой. Например, вот этот. Это батик. Это батик. А вот это вот вышитая же? Сейчас возьму. А почему вот эти вот картины? Россия. Папушка, Россия. Почем вот? Вот Россия. Украшения там. Россия. Нет, папа. Россия. Какое прекрасное имя. 700 тысяч. 700 тысяч. А в долларах? 70 долларов. Отлично. Вот еще работаем. А вот эти вот куклы почем? 170 тысяч. 170 тысяч. Это шарфы двойные. Шарфы шарфы. Одна сторона. Два сторона. Хорошо. Спасибо. И тапочки валенки. А тапочки валенки почем? 250 тысяч. 250 тысяч. Спасибо. Так. Ну, здесь уже все по-серьезному. Смотрите, какие представлены фирменные ножи. И национальная одежда. Вот такие ножи идут. От 15 до несколько тысяч долларов. Так. Здесь фирменные часы. Сережки. Детская одежда. Смотрите. Не детская? Это же очень модные эти куклы для девушек. Так. Бижутерия. Местные алмазы. Изумруды. Жемчуг. Игрушки. Все. Вручной работы. О, здравствуйте. Мой коллега. Да нет, не совсем. Национальная одежда. Узбекистана. Такие вот представлены сумки. А какие цены почем? Которые. Ну, вообще вот это вот. Дверстики по 100 тысяч, да? Дверстики по 50 тысяч. 50 тысяч. Хорошо, спасибо. Так. Бижутерия. Бижутерия, браслеты, которые приносят удачу сразу с ценами. 120 тысяч. В основном 280 тысяч. Удачу приносят, да? Да. А береги сразу же. А чтобы деньги приносила. Есть такие? Нет. Это то же самое. Приносят. Да. Спасибо. Ну, такие вот сувениры, шапки ручной работы. Все ручной. Да. Почем, какие цены? 15, 35, 40 тысяч. Супер. 20, 10, посмотрите. Ой, да, класс. Да просто даже подарить. Ну, да. Посмотрите. Так, вот еще национальная одежда. Смотрите, какой прекрасный конь. Ой, это вообще. Ух ты. Ну, такая картина точно около миллиона будет стоить. К сожалению, нету продавца. Так, ну что, здесь изделия ручной работы. Сознание может потерять от красоты. Боже мой. Это же как заливаете эти жидкие все. Я смотрю в интернете, как делаете просто. А какое это дерево? Это горный тополь. Горный тополь. Кавказский. Это алтайский клен. Алтайский клен. А сколько стоят такие столики? 500 долларов. 500 долларов. 2 тысячи. 3 тысячи. 3 тысячи долларов. Ну, недешево, да, хочу сказать. Так, ну, такая вот тоже бижутерия прекрасная. Авторские, да. Такая вот красота. О, смотрите, какие красивые кобылки. Скажите, а сколько такая картина стоит с конем? 6 тысячи долларов. Ух ты, ничего себе. Дорого. А торговаться можно? Да, можно. Ну, за 2 тысячи отдадите? Нет? Ну, 2 500, ладно. Какой вы хотите? Ну, с черным конем. Нет? А с белым дешевле будет? Нет. Ну, так не сильно не будет. И арабы 2 тысячи продают. В Арабских Эмиратах? Ну, там могут себе позволить. Да, да. Здесь, ну, сейчас говорю, ну, вступим немножко. Ну, где-то за 4 отдадите. Около, около. Ну, хорошо. Предложу своим знакомым на павильоне Республики Беларусь. Если заинтересуются, подойдут. Посмотрим. Фарфор. Тоже все. Ручная работа. Видите, ребята, даже не угадал. Я не миллион, сумма целых 6 тысяч долларов. Ну, за 4, сказали, отдадут. Национальная одежда. Тоже красота неземной красоты. Ну, интересно, интересно. Вот такие вот наряды. А это у вас золото, серебро тут? Да, сколько серебро. Только серебро. А сколько грамм серебра у вас? В зависимости от украшений. То есть гвоздики, там, грамма 3, может быть, колье. Ну, мы не по грамм продаем, у нас цены за изделие. Потому что есть изделия тяжелые, допустим, вот эти, да? И все в лучшую закрепляют камни. То есть не машинная обработка камня, а именно все, ювелир сидит, и каждая изделие в лучшую. Поэтому есть изделия, которые дорогие. Почему от грамм серебра? Мы не по грамм продаем. Ну, вот сколько сережки стоят вот эти вот? Ну, сколько там грамм? 504 грамма. 504 тысячи. 27 грамм? А, 27. Да, 27. Сколько? 40 на 3. Где-то 150 тысяч. Я думаю, ее ждем. 150 тысяч за грамм. Отдельный павильон, выставка, достояние народного хозяйства Узбекистана. Смотрите, сколько всего разбегаются глаза. Ну, пойдем посмотрим. Такие сувениры. К Новому году. Здравствуйте. 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 Сколько дерево делаете? Из урюк, сосна, яйца, орех. Почти все из дерева делаем. Сколько стоит такая штука? Это 300. 300 тысяч? 1000. 1000. Так. Картины. О, шубы. Юрий, шубы не хочешь? Почем шуба такая? Какой? Вот эта. Это 3 миллиона. 3 миллиона. Натуральная. Natural. Original. Original. Да, вот с Суданой. У нас с Суданой есть. Национальный наш есть. Видите? Суданой. Прикольно, красивая. Да. Вот еще такие есть, как мы. Интересные вот такие. Необычные. Необычные. 3 миллиона это 300 долларов? Да. Ну, померьте просто себе. Ну, спасибо. Мы еще зайдем, мы еще завтра. Суданой брат. Ну, в общем, наряды на любой вкус. Довольно симпатичные шубы, полушубки. Сумочки. Довольно симпатичные шубы, полушубки. Вижу, здесь довольно интересные ножи. Такая вот сцена. Можно сидеть, пить чай, смотреть представление. Довольно интересный павильон. Красиво, весело. Смотрите, какие самовары. А сколько самовары такие стоят? Разные? Ну, сколько самовары стоят? Какой? Начиная от этого. Салям алейкум. Какая цена вот этого? Это 500 долларов. 500 долларов. А вот эти маленькие? По 100 долларов. А из чего сделаны? С латуни. С латуни, да? Хорошо, спасибо. Здесь все максимально безопасно. Вот начинается музей телевышек. Это все достопримечательности Узбекистана? Что? Вот и телебашня. Честно, голова немножко кружится. А если палец подсунутся, откусит? Ребята, а вы ее готовить будете сейчас? Можно ее на ужин? Нет. Что, ребята, у нас обед, и мы приехали, точнее пришли на ташкентскую телебашню. Пойдем быстренько поднимемся, посмотрим, какой там вид. Время не хватает постоянно, поэтому приходится бежать. Пойдем за билетами. 40 сумм, 40 тысяч. Они спорные, это где получается? Ну вот мы заходим на телевышку. Здесь все максимально безопасно. Металлодетектор. С сигаретами нельзя. А, и снимать. Так, ну вот начинается музей телевышек. Первая немецкая, 368 метров. Далее идет 328. Английская. Это венская телебашня. Японская, 236. А, то есть они идут от самой высокой к более низким. Кстати, высота ташкентской телебашни составляет 375 метров. Это самое высокое строение с открытой для посещения смотровой площадкой в Центральной Азии. И 12-е по высоте телебашня мира. И 38-е по высоте свободно стоящее сооружение мира. Момент ввода в эксплуатацию был 9-е. Это памятник архитектуры и градостроительства Узбекистана. Телебашня строилась в течение 6 лет, начиная с 1978 года. Запущена в эксплуатацию 15 января 1985 года. Используется она и в настоящее время. Какая телебашня? Ты? Так, 375 метров. Ташкентская. Ну что, вот и телебашня. Вид на Ташкент. Дims Hananen. Дмошевский сайт. В нашем салоне. Здесь Ас- что? О, нет, это не Риме. Это теннисный курорт. Центролизитский. Здесь какие-то фонтаны, в штурнии. Здесь ахо парк, что-то��лип. 男сякиный сад. Дatsonуг, гдеarta, здесь проходя у нас. вот прямо смотреть за синим зданием вот здесь вот здесь вот низкие здания называются махаля частный сектор такие вот очень красиво это тоже новый парк не а вот а а франции что примечатель сам как ташкент вышка а ташкент сити наверное где там экраны что еще мы же кучера были сити тоже Спасибо, понравилось. Это есть конец. Тут вот, в этот, в этот, по-моему, я здесь прижал кафе. По-моему, эта крыша, по-моему, уже сдвигается, чтобы не ошибался. По-моему, по-моему, это крыша. Да, что у вас любят. Время пандемии, у нас и кунахера там сделаны, как и на самом деле. Ага. Ну, такое, платьминка заставка. Ну, в частности, те, которые в частности. Да, кофе хотят. Нет, рецепт. Да. Так, ребята, ну вот мы пришли в ресторан. Нашей командой у нас обед. Ресторан приколен тем. Ресторан на телевышке называется Койнот. Вот. Фишка его в том, что там, где мы сидим, вот эта вот штука крутится по кругу. И пока ты сидишь, ты можешь посмотреть весь вид, который открывается на Ташкент. Ну, очень неплохо. Интересное обслуживание. Посмотрим, достаточно вкусно должно быть. Ну и главное, это, конечно, вид. Честно, голова немножко кружится. То, что и движение идет. И довольно высоковатым. Все, уехала. Улетела. О, покажи, покажи, покажи. Ничего себе, как называется. Кто это? Воробей? А если палец подсунутся, откусит? Ребята, ведь тоже видеоблогеры. Ребята, а вы ее готовить будете сейчас? Можно ее на ужин? Нет. Нет? Да, что он ее готовит. Я продолжаю. Со Славоном и Юльком. Кстати, 19 июля 1986 года за оттяжку ташкентской телебашни зацепился вертолет Ми-8, на борту которого находилась съемочная группа киностудии «Узбекфильм». Вертолет разбился близ канала «Анхор». Все шесть человек, находившиеся на борту, погибли. Панорамы советского ташкента, снятые с борта разбившегося вертолета, вошли в начальные и финальные кадры с титрами кинофильма «Алмазный пояс». Вау, какое джакузи. Картошка фри? Ооо. Ооо. Самый вкусный плов здесь. Нам посоветовали местные. Так, ну сделали первый заказ и ребята, смотрите, принесли не то что надо. Произошла курьезнейшая ситуация. Мы час прождали заказ и в итоге нам пришел официант и сказал, а вы знаете плов закончился. Такая вот красота. Видите? Лучшее впечатление это пустая тарелка. Чуть доел. Ну что, нам посоветовали, где можно перекусить. Бэш Казан, Средний Азиат, центр плова. Прямо здесь готовят на месте. Вау, какое джакузи. С утра можно приходить принимать ванны. Ребята там что-то нарезают. Идет приготовление. Дезинфицируют, чистят. Так вот, накладывают. Ну вот так делается плов в Ташкенте. Все натуральное на дровах. Все дымится, парится, жарится. Здесь вроде как другая какая-то технология. Пять казанов переводится название. А, вот еще казаны. Это лепешки делаются здесь прямо. Вот фирменные лепешки. Это. Картошка фри? Нет? Вот что. Блюдо. Мясо. Шашлык, башлык. Мясо. 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 Видите, очередь какая. Что-то там еще вкусное. Все проходит быстро. Ну вот, сейчас будем пробовать. Цены. Полная порция. 30 сумм. 0,728 сумм. Вот. Понятно. Наливковое масло. Чай хамский. Ну, понятно. Ребята, смотрите, сколько людей. Все кушают плов. Вот это вот самый вкусный плов здесь. Нам посоветовали местные. Всего лишь 30. Ну вот, можно дополнительно брать еще салатики. Вот такие вот. Кока-кола кому надо. Сок. Томатный. Два этажа. Поднимемся на второй этаж. Посмотрим сверху. Здесь тоже кушают. Здесь тоже кушают. Так. Ну, сделали первый заказ. И, ребята, смотрите, принесли не то, что надо. Так что, надо быть аккуратными. Проверяйте, чтобы все было по чеку. Ну, что, ребята. Произошла курьезнейшая ситуация. Мы час прождали заказ. И, в итоге, нам пришел официант и сказал. А вы знаете, плов закончился. Все, нету плова. Ну, и вот мы и уходим. Ну, вот как-то так. Такое бывает. Так что, будьте готовы и к таким ситуациям. Так, ребята, ну, мы все-таки вернулись и взяли плов. Вот. Принесли нам его за 20 минут. Вот такая вот красота. Видите, уже лепешки доели, голодные были. Салатик. Ну, а вот так вот выглядит узбекский ташкентский плов. Ну, что, ребята, поделимся впечатлениями. Лучшее впечатление – это пустая тарелка. Чуть доел. Ну, конечно, вкусно. Конечно, вкусно. Потому что ташкентский плов. Вот. Свалят по всему миру. Вкусный салат. Булку тоже не доели. Булка тоже вкусная. Поэтому центр плова. Пять казанов называется по-русски. Казан плох. Добро пожаловать в Ташкенте возле выставочного комплекса. Вот такое заведение. Несут иногда долго, но это того стоит. Мы не пожалеем. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Забывайте вопросы. Я уже большой спец, кстати, по Ташкенту. До новых встреч, друзья. Пока. Ребята, в пяти минутах ходьбы от выставочного комплекса находится мечеть Минор. Вот. Очень красивая, классные фотки появляются здесь. Красивая площадь. Ну, сейчас зайдем, посмотрим, что внутри. Очень классное место. Нам понравилось. Вот наши друзья. Поприветствуйте. Канал со Славоном Ивельковым. Клиники Белоруссии. Супер. Заходим. Заходим в мечеть. Девушки фотографируются. Все очень красиво. Смотрите. Время даже. О, какие классные деревья. Смотрите. Ребята, закончилась молитва. И вот все выходят. Щелкают и меняйся. Идут заниматься своими делами. Такой вот классный комплекс. Ребята, посредине вход для женщин. Так, женщина вам прямо. Мужчины идут налево. Перед входом в мечеть нужно разуваться. Продолжение следует. Продолжение следует. Ребята, мы в Ташкенте. Куда мы попали. Это алкогольный магазин. Ну, мы так, чисто. Прицениться. О, салям алейкум. Привет, ребята. Привет. Что, есть еще вкусного? Ух ты, сухого, вкусного всего. Блин. Ой, пивасик. Так, ну что. Тридцать пять, двадцать шесть, тридцать шесть. Пиво. Что, почем у нас тут? Двадцать шесть. За 0,5. Двадцать семь. Какой-то викинг. Одиннадцать. Вот, надо попробовать. Местное пиво, пожалуйста, берите. Вкусное пиво. Оооо. Кибрай. Та-дерхам банка. Ну вот, есть ребята где-то. В среднем меньше доллара. Пиво. Местное. А вот балтика. Безалкогольная. И есть. Двенадцать. Ненамного дороже. Мы пробовали разливное пиво, брали в кафе, вроде неплохо, везде аромамасла, вино, тут что, водка 82, 5,80, Аляска 63, 61. Водочка, 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 водочку пьем, водочку льем, водочкой только живем, а, нельзя, нельзя проходить, а можно это, зайти, видео снять, цены, можно, нет, вот так живем, нет. Офигеть, вездем по Ташкенту и тут раз пропадает свет, короче, везде, вообще везде, полная темнота становится. Офигеть, такое уже было сегодня с утра на рынке Чуглу, вот просто пропал свет, ну и вот сейчас похожая ситуация, все темно, вообще полностью пропал свет. Так, вот вдали там виднеется какой-то магазин подсвечивается. Ну, остальное, вот, полностью все темно. Так, время сколько? Ну, нет, это не плановое отключение, может, еще только пол восьмого. Ну, вот, короче, как-то бывает так. О, ну что, когда его включат? Ну, на рынке включили где-то минут через 10-15, наверное. Ну, ладно, будем ждать, вот, минута уже две прошла. Подошли к местным, спросили, как часто выключают свет, сказали, типа, вообще не часто, первый раз такое, не знаю, обманывают или нет. Ну, вот у магазина, вот сетевой магазин, у них, наверное, свои генераторы, у них горит, так, полностью весь город погрузился во тьму. Кстати, светофоры тоже не работают. Вообще, все отключилось. Ну, поток машин довольно серьезный. Все едут, ну, как-то, мне кажется, привыкши к этому. Все темно. Вот, подсвечивается только магазин. И все. Поднялись на мост. Смотрите, весь город в темноте. Вот только свет фар. Ну, вот, ребята, включился свет. Не было его где-то 10, либо 15 минут. Вот. Ну, вот, бывает такое, не знаю, как часто, но мы эту ситуацию видели. Всем привет. Сегодня я быстро покажу, что есть дьюти-фри Ташкента. Итак, погнали. Так, вы увидите, что выбор алкоголя довольно широк. Вот сейчас представлены ликеры по 25 евро. Цены, как я заметил, в среднем, как в Европе, как в других дьюти-фри в Азии, в Минске дешевле. Вот, видите, шампанское 12 евро. Мартини 11 евро. Довольно широкий ассортимент. Пиво Балтика девяточка, кстати, есть, кто любит. Рижский бальзам 12 евро за 0,5. Всевозможные выборы водки. Тоже все около 15-20 евро. Самые дешевые вискари я нашел за 12 евро. Вот, Метакса, видите, 17 евро за литр. Джек Дэниелс. Джек Дэниелс стоит у нас 35 евро за литр. Те, которые в красной и белой этикетке подороже. Разное вино от 10 евро. Вот, видите, виски White McKay 16 евро. Heaven Hill 16 евро. Вот, в Минске они около 10 евро. Вот, дешевые вискари по 12 евро. Ну, качество, я думаю, довольно неплохое, хорошее. Водка Абсолют 23 евро цветная и вот черная около 32 евро, ребята. Что еще? Коньяк. Коньяк представлен. Цены 74 евро. Виски Джеймсон 35 евро за литр. Это зеленые этикетки и 25 евро обычные. Ballantines стоит у нас 22 евро. Лаудер, кстати, хорошие виски 14 евро. Вот, довольно мягко заходит. Так, Финка, Финляндия. Водка стоит у нас всего лишь 20 евро. Так, ну, еще различные водки. Сразу извиняюсь за качество съемки. Нельзя было снимать, поэтому, ну, чуть-чуть поснимал. Вот. Всем удачи. Вот такой вот ассортимент в Ташкентском Дьюти Фри. Довольно неплохой. Приезжайте в Ташкент. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...